Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Равнодушие мужа в день рождения. Помогите понять мои эмоции. Во-первых, я зла, думаю, что муж меня не любит, думаю, что это для сохранения таких отношений ради ребенка и полноценной семьи. Ребенок мужа любит, я люблю, но от того, что чувство равнодушия чувствуга сайт, я уже не уверен, что люблю его, как прежде. У меня день рождения, юбилей. Спал как слон до 11, учитывая, что я стою и ухаживаю за ребенком с 6-7 утра. Встал, не сказал ни слова, не поздравил, не обнял, ничего. Как будто самый обычный день. Бросился на завтрак, я сказал, идем в кафе, я уже голодный, а сам не предложил. Видимо, думал, я как лучше буду у плиты ему в свой день рождения готовить. Весь день лежал в телефоне. Вечером планировали в ресторан. Я предложил, он сказал, как хочешь, позвонить и бронируй ресторан сама. Но он уехал с другом по делам прямо перед рестораном, оставив одну и проблему, как довезти ребенка маме самой и тащиться обратно его ждать. А подарки вообще обидно, вывалил торт и подарок на стол за день до дня рождения. Как будто да пофиг, и так сойдет. При том, что подарок он не демонстративно показывал во время ссоры недели за три до дня рождения. Так что я о нем знал. Шамбразник, ни цветка, ни слов, ни сюрприза, хоть малюсенького. Все звонят, столько теплых слов. Говорят, коллеги приехали с тортом и фонтанами, свечами, цветами, прям с работы ко мне домой. Я на больничном была. А от мужа даже постараться не захотел. При том, что я ему и 33 подарка дарила на 33-летие и старалась всегда в его день рождения. Я чувствовал себя обиженный на него. Я ему все высказал. Он сказал, что я больная, что устал от меня, от моих обид. Кричали и ругались. А я так чувствую, я не буду молчать. Я чувствую, что он отнесся к моему дню рождения равнодушно, обидно. И извиняться он не понимает, почему должен. Я обижена на него, не знаю, что с этой обидой делать. Дополнение. Кто же мне эксперт? Реши сама. А вы тогда зачем нужны? У вас совета спрашивают, совета, что делать. Иначе бы все шли и самостоятельно принимали решение. Муж был другим, вел себя по-другому. И поэтому сейчас такое разочарование. Я лишь хотел внимания, заботы, любви от близкого человека в особенный день. Ну что ж. Сначала хочется сказать, что психологи не дают советов. Это первое. Второе. Вы абсолютно правы в том, что все бы шли и принимали решение самостоятельно. Так вот, наша задача и научить человека самостоятельно принимать решение. Чтобы он не спрашивал советов. Дело в том, что когда спрашивают советов и получают эти советы, то образовывается зависимость от советов. Я не думаю, что вы хотели бы всю свою жизнь ходить к психологу. Поэтому, если вы не хотите, то, как раз таки, задача психолога заключается в том, чтобы научить вас самостоятельно принимать решение. Дальше. Вы пишете, что муж был другим, вел себя по-другому. Поэтому сейчас такое разочарование. На мой взгляд, разочарование связано даже не столько с тем, что муж раньше был таким и другим. Раньше был другим. Сколько с тем, что, несмотря на его изменения, вы надеялись, что он будет вести себя с вами так же. Но это свидетельствует о том, что изменения его, а косвенно об этих изменениях можно судить, потому что за три недели до вашего дня рождения вы ссорились. Так вот, эти изменения, они были, но вы на них предпочли не обращать внимания, предпочли закрыть на них глаза. Вот. То есть, это вопрос больше про вашу внимательность к вашему мужу. Точнее, желание проявлять эту самую внимательность. Следующее. Вы пишете, помогите понять ваши эмоции. Нет, ну, эмоции у вас совершенно очевидны, это обиды. Вы сами об этом пишете. Я думаю, что, если вас немножко, немножко порасспрашивать, то вы, в принципе, скажете о некоторых чувствах еще. Я не буду сейчас говорить о них, но я думаю, что там, помимо обид, есть. И еще некоторые чувства. Так вот, с обидой, с обидой необходимо работать в первую очередь проживать. Вам необходимо ее проживать. Проживать обиду лучше с психологом. Но можно и с человеком, который готов вас принять. Который принимает то, что вы говорите. Принимает ваши чувства. Ну вот. Это то, что касается обид. После того, как обида проживается, вот, далее происходит работа с ожиданиями. Дело в том, что обида – это ожидание. Вы пишете, что я лишь хотел, а внимание, забота, любви от близкого человека. Да, вы хотели, вы ждали, но вопрос заключается в том, насколько реалистичны были эти надежды. И аргумент о том, что раньше было, ну, вот так, не работает, потому что, как было раньше, это одно, сейчас вот по-другому. И тут вот именно, я понимаю, именно, что важно видеть реальный мир. Дальше, значит, вы пишете, я за, это нормально, зло, это нормально. Думаю, что муж меня не любит, думаю, стоит ли сохранять такие отношения ради ребенка и полноценной семьи. Нет, не стоит. Ради ребенка и, в кавычках, полноценной семьи отношения сохранять не стоит. Ребенок от этого будет только страдать. Ребенка муж любит и будет любить, даже если вы будете не вместо. Я люблю, но от того, что чувство равнодушия, чувство угостает, я очень уверен, что люблю, вы как бред. А это не про любовь. В дело в том, что любовь, это безусловное принятие. Если вы человека безусловно не принимаете, это не про любовь. Дальше. Значит, вы здесь высказываете свои процедии, я их перечитывать не буду, скажу вот что. Потребность во внимании, работе, любви от близкого человека – это нормально. Складывается такое впечатление, что для вас этот день особенный в смысле того, что только в этот день вы можете требовать от него внимания и так далее. И, на мой взгляд, в этом и основная проблема. То вам, я думаю, скорее всего, хочется не только в свой день рождения, но и в другие дни. Но в другие дни вы об этом не говорите. Если бы говорили, то не был бы этот день таким особенным. Точнее, он был бы. Но вы бы более спокойно относились к тому, что произошло. Самый главный посыл вашего мужа заключается в том, что вы неценны. То есть, вы себя чувствуете обесцениваемым. И это очень важный момент, поскольку здесь вся эта история проистекает из того, что вы себя как будто бы обесцениваете сами же. То есть, складывается ощущение, что вы делаете для своего мужа много чего такого, чего вы делать не хотите. Но считайте, что так нужно делать, потому что либо так правильно, либо вы можете получить потом от него что-то, что нужно вам. Ведь не просто же так вы перечисляете то, что вы для него делаете. Вот как это так, говорите вы? Я для него вот столько делал, а он для меня не сделал. Если бы вы для него ничего не делали, вы бы не имели права просить. А правда в том, что имели бы. Все равно. Все равно бы вы имели право просить то, что вам хочется даже, если бы вы для него ничего не делали. Потому что это делается по желанию. Понимаете? Но вы не свободно относитесь к себе и вы не свободно относитесь к своему мужу, вы заставляете себя что-то делать для него и, соответственно, внутренне заставляете его что-то делать для себя, а он не хочет, он не хочет и не делает, он более свободен, чем вы, и вас это злит, потому что вы хотели бы так же, но не можете себе этого позволить. И для вас, наверное, единственный способ обратиться к этой злостью, это стараться загнать его в те рамки, в которые вы загнали сам себя, как-то так. Вы правильно делаете что? Молчите. Не молчите. Действительно, молчать не надо, молчание до добра не доведет, но то, что вы ссоритесь. Это светлость будет о, извините, проблемах. То есть, между вами есть проблемы. Понимаете? И есть вклад как ваш в эти ссоры и проблемы, так и его в эти ссоры и проблемы. Но поскольку к нам обратились вы, то мы можем работать только с вашим вкладом в эти проблемы. Только с вашим вкладом в ссору. Понимаете? Здесь я рекомендую вам изучить психологическую игру «Скандал». Она так и называется. Вот. Изучите. Почитайте. Базовые вещи вы увидите и сможете рассмотреть, куда вам двигаться для самоанализа. Конечно, нужно обратиться к психологу. Желательно, вместе с мужем, если он согласен, что это проблема. Или вам одно, если он не согласен. Вот. Такая история. Сложно поверить. Сложно поверить, что из-за одного этого случая вы задумались о разводе. Лично я думаю, что ваша злость, обида, потребность во внимания и так далее какое-то время с вами уже присутствует. Но ранее вы не могли легально для себя в полной мере это выражать. У вас как будто бы не было на это права. А сейчас, сейчас это право как будто бы появилось. Но проблемы были раньше. И вот с этим нужно работать. Понимаете? Вы говорите, я не буду молчать. Кажется, ну здраво звучит. А есть ощущение, что до этого вы молчали очень долго. И обиды копили очень долго. И вкладывали очень много. Гораздо больше, чем хотели. Я не верю, что из-за одного такого дня, да это больно, да это неприятно. Но я не верю в то, что из-за этого дня вы сразу задумались о разводе. Я не верю в то, что видя как муч себя ведёт, с учётом того, что раньше он вёл себя по-другому, вы не захотели спросить своего дорогого, что случилось? Ты обижаешься на меня за что-то? Или что-то вроде этого? Такой мысли у вас не было. И именно поэтому я думаю, что конфликт гораздо глубже. Что день рождения и его поведение на нём, это просто, может быть, верхняя точка, может быть, точка крепления, но не причина. Понимаете? И то, что вы говорите, что равнодушны мы же в день рождения, не в этом дело, не в этом дело, не в этом. Проблемы куда глубже. Вот. То, что вы пишете, что хотели бы, внимание, ласка, заботы от близкого человека в особенный день. Да. Это правда. Но то, как вы это пишете, говорит о том, что вы хотели всего этого ещё до дня, до дня, до своего дня рождения. При этом, обратите внимание, что вы хотите получить ласка, тепло, забота и любви только от мужа. Вас как будто бы совсем не наполняют и не вдохновляют слова других людей. Почему-то именно муж. В этом плане, муж для вас особенный. Чем? Ну, наверное, вы сказали, что вы любите его. Поэтому он особенный. Здесь я должен отметить следующее. Что если он особенный и его внимание к вам, его слова, его отношения к вам особенны только потому, что вы его любите, то это не про любовь. А это про его значимость для вас и того, как он вас определяет. Вот кажется, что, кажется, что его отношение к вам определило вас как ненужного, неинтересного, неважного, незначимого человека. Для него. Вы в это поверили. Вы это приняли. Вам стало очень больно. И пошла вот такая реакция. Но обратите внимание на цепочку. Ведь цепочка начала с того, что вы ему поверили. То есть вы приняли такое его поведение на свой счет. И здесь либо проблема заключается в том, что вам катастрофически не хватает любви, заботы и внимания. И это история про собственное непринятие себя. Или это история про то, что вы зависимы эмоционально от своего мужа. Вот. И с тем и с другим нужно работать. Со психологом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я сочувствую вам. Обратная связь по моему ответу поможет вам начать работу над собой и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Yeah.